МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей. В студии Татьяна Фомина. И вот темы выпуска. Коронавирус уходит, но трудностей, хоть отбавляя фермеры района, корректируют планы на новый сельскохозяйственный год. До ближайшего 10 километров, а новый в эксплуатацию не введен. Что мешает открыть детский сад в поселке Нижний Баскунчак? Комментарии руководства района. Права потребителей, кто их защищает и куда обращаться гражданам, если нормы оказались нарушены. Разбираемся вместе с охтубинцами. Вопрос расширения использования жиженого и компримированного природного газа на территории региона губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин обсудил с руководителями ряда компаний, входящих в группу ПАО «Газпром». Глава региона отметил, что геостратегическое расположение Астраханской области в условиях сильно изменившейся риторики ряда зарубежных государств может стать еще более выгодным для инвесторов. Так, строительство на территории особой экономической зоны «Лотос» производства жиженного природного газа может привлечь компании стран Прикаспийского региона. Также планируется модернизация и обновление подвижного состава для пассажирских перевозок. Транспорт будет работать на газовом топливе. Здесь также есть перспективы для наращивания объемов производства. И еще приятная новость. Резидент Астраханской особой экономической зоны «Лотос» компания «Рыбный корма» расширяет ассортимент выпускаемой продукции. И помимо кормов для аквакультуры, до конца 2022 года начнет выпускать корма для домашних животных, что позволит увеличить инвестиции в проект почти в два раза и составят они около 2,5 млрд рублей. Плановый объем производства продукции – 50 тысяч тонн в год. Также увеличено количество создаваемых рабочих мест с 69 до 102. Вопрос открытия нового детского сада в поселке Нижний Баскунчак уже более трех лет волнует родителей, дошколят и педагогов учреждения. В 2019 году компания «Руссоль» безвозмездно передала Ахтубинскому району земельный участок, на котором на тот момент находилась гостиница. Было решено перепрофилировать ее в детский сад. Губернатор Игорь Бабушкин принял решение о строительстве в районе нового детского сада. Инвестором выступила компания «Руссоль». Под учреждение возведены два корпуса. Детсад рассчитан на 145 мест. Однако в эксплуатацию он до сих пор не введен. В чем причина, узнавала Ксения Маслова. Около двух лет назад между администрацией Ахтубинского района и компанией «Руссоль» было заключено партнерское соглашение, в результате которого в поселке Нижний Баскунчак должен был появиться новый детский сад. На дворе год 2022. Дошкольное учреждение уже готово, однако еще не введено в эксплуатацию. И на это есть ряд причин. Как поясняет глава муниципалитета Ольга Перунова, компании «Руссоль» необходимо было обратиться в администрацию для заключения договора аренды земельного участка. Этот документ является основой для подключения детского сада к водо- и теплоснабжению, водоотведению и техническому присоединению к электроэнергии. Кроме того, в обязательствах компании было прописано, что на момент начала строительства она должна была предоставить на согласование проектно-сметную документацию, а также разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию. К сожалению, данные документы не были оформлены своевременно. Со своей стороны, утверждает Ольга Перунова, администрация Ахтубинского района выполнила все необходимые обязательства. При заключении соглашения «Руссоль» обязана предоставить администрации Ахтубинского района те документы, которые необходимы для получения лицензии. Именно они стали камнем преткновения для принятия детского сада. Проблема заключается в том, что даже при принятии детского сада использовать его по целевому назначению не получится, это будет незаконным в связи с отсутствием лицензии. Поскольку детский сад является модульным, районная администрация обратилась в Министерство образования Астраканской области с просьбой о разъяснении предоставления лицензии на движимое имущество. Нам пришел ответ, что мы можем оформить лицензию, если данный объект будет являться капитальным строительством. Только в этом случае дети смогут посещать детский сад. Ради благополучия юных жителей поселка Нижний Баскунчак районные власти готовы пойти по любому направлению, будь то движимое или недвижимое имущество. Самое главное, чтобы выбранный путь был в рамках закона. Мы надеемся на мирное разрешение данной ситуации, что Русоль пойдет нам навстречу и поможет оформить все документы для получения лицензии, и наши юные жители поселка Нижний Баскунчак войдут в распахнутые двери детского сада. Ситуация с бродячими собаками на территории района продолжает оставаться острой. Особенно граждан волнует ископление животных в общественных местах. Количество укушенных людей неуклонно растет. Многие ждут начала отлова четвероногих. О том, какая работа будет проводиться в этом году в отношении уличных бесхозных собак, прокомментировали в районной администрации. Согласно заключенного контракта, отлов начался с собак. Начался с сел Капустини-Дьяр, Верхний Баскунчак, Нижний Баскунчак и город. На данный момент отловлено 44 собаки. 24 числа будет произведен еще один выезд на отлов собак. И 24-го будет выпущено 24 особи в ту среду обитания, где их были отловлены. По поводу поправок в данный момент не пришли утвержденные поправки по усыплению собак, гуманному усыплению. Так что пока действуем в рамках законодательства, который существует. Но у нас всего на 400 особей был заключен контракт в один бюджет. На данный момент будем выезжать где-то раз в неделю, два раза в неделю по выпуску. И я думаю, что месяца за три мы отловим полностью. Все согласно заключенному контракту. Отлов производится не там, где есть большое скопление собак. Отлавливаются только не чипированные собаки, которые не проходили стерилизацию и чипировали. Ну и естественно, как можно больше крупных особей и более агрессивных. Если граждане заметили большое скопление животных, не чипированные, граждане могут обратиться в районную администрацию по номеру 40401 со своей заявкой на отлов животных. Весна толком никак не начнется. То оттепель, то снова мороз. Что вполне характерно для марта. Кому как, а вот сельхозтоваропроизводителям любоваться капризами погоды некогда. Можно и без урожая остаться. А вот какой урожай планируют получить актубинские фермеры? Делают ли они ставку на сегодняшнюю ситуацию в стране и в мире? Обсудим тему вместе с начальником сельхозуправления района Виктором Татариновым. Здравствуйте, Виктор Васильевич. Добрый день. Завершив предыдущий год, мы, естественно, планировали для себя, что несколько увеличим посевные площади. Прежде всего под картофелем. Но каждый год преподносит нам определенные сюрпризы и определенные трудности. Ведь все в этом мире, в экономике взаимосвязано. Мы знаем о тех беспрецедентных санкциях, которые ввели в отношении Российской Федерации иностранные компании, иностранные государства. Семена у нас за последние годы были голландского производства. То есть, к сожалению, позиции в семенной отрасли, в производстве семян отечественных мы утратили в 90-е годы. Сейчас идет возрождение отечественного семеноводства, но в полной мере отечественными семенами заменить импортное пока еще сложно. Если в России все благополучно по производству удобрений, ну, большая часть их позиций по удобрениям, мы, наоборот, являемся импортерами Российской Федерации. И поэтому вот те санкции, которые Запад накладывает, они по нему же и ударят, да, потому что, повторяюсь, до 30% на внешнем рынке удобрений это российские. Средства защиты, опять-таки, во многом использовали западного производства, западных фирм. Защиту от вредителей, да? Да, защиту от вредителей. Растения имеется в виду, конечно. От защиты растений. То есть это и гербициды для удаления сорной растительности, и именно защита растений от болезней и вредителей. Да, есть отечественные фирмы, которые тоже производят... Подобную продукцию. Подобную продукцию, совершенно верно. Но и там, скажем так, несмотря на то, что производство Российской Федерации, действующее вещество, компоненты, это, как правило, импортное, ну, это не всегда западное, это часто китайская продукция, да, с Китаем, как бы, у нас взаимодействие нормально торговое происходит до настоящего времени, но поскольку это импортная продукция, все-таки, а опять-таки, теперь уже рост курса доллара, да, то вот эти составляющие вещества для производства удобрений даже в Российской Федерации, они существенно выросли в цене. Если раньше те фирмы, которые торговали вот всеми эти составляющими веществами, удобрениями, средствами защиты и семенами, они в стабильной экономической ситуации могли, ну, отпускать в долг или с частичной предоплатой свои товары нашим фермерам, будем так говорить, немножечко их скрыто кредитуя, да, то есть 20% оплатил, а 80% уже после уборки урожая, то на сегодня вот этой нестабильной финансовой ситуации ни одна фирма так работать не готова, то есть 100% предоплата. И вот этого скрытого кредитования не будет. Ну, опять-таки, вот я говорю, все в экономике взаимосвязано, мы знаем, какая сейчас стоимость будет кредитов, да, то есть если ставка рефинансирования, Центробанк очень сильно выросла. Понятно, что и кредиты обычно очень сильно подорожали. Тот, кто занимается торговлей, сегодня купил товар, сделал наценку, через неделю продал и поехал за мной. Оборотом денег и уже небольшая прибыль, да. А вырастить? А мы же понимаем, да. С нуля, да, продукция? Совершенно верно. То есть у фермера уходит на вот этот оборот средств 8-9 месяцев. Ни неделя, ни две, ни месяц, а 8-9 месяцев. То есть он все вкладывает, 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 и конечную финансовую отдачу видит только через 8-9 месяцев. Поэтому кредитами под высокие ставки он пользоваться не может, иначе его продукция будет очень дорогой, сама себестоимость. Сейчас региональный Минсельхоз в диалоге с федеральным пообещали, что будет решаться вопрос по льготному кредитованию. Но мы этого решения с нетерпением ждем. Именно по льготному кредитованию сельхозпроизводителей под выделением дополнительных лимитов Астраханской области в целом. Оглядываясь назад, вспоминаем проблему с мигрантами, которая вырастала из коронавирусной ситуации. Два года длилась эта история с нехваткой рабочих рук. Будет ли эта весна мягче, теплее, скажем так, в плане иностранной рабочей силы? Не намного. Потому что нормальное железнодорожное сообщение со странами, скажем так, среднеазиатскими, оно так, пока и не возобновлено после коронавируса. И все иностранные рабочие прибывают к нам самолетами. Мы опять-таки, повторюсь, надеялись, что это будет лучше, чем в прошлом году, потому что в прошлом году, ведь, по сути дела, они заезжали по маршруту Минск, Москва и потом Астраханская область. Месяц назад, месяц с небольшим, с самолетами также, они прибывали с Ташкента в Ростов, Волгоград и к нам. Такой долгий путь. Нет, Ростов-Волгоград это ближе, чем Москва, и тем более, минуя Минск. Но вот с отменой большого количества авиарейсов, во-первых, билеты стало приобрести сложнее, во-вторых, ну, просто очередь на них, на эти билеты, да, во-вторых, поскольку авиарейсов меньше, и они точно так же подорожали сильно в цене. И больше того, как российской авиакомпании, так и узбекские отменили рейсы в Волгоград, в Ростов, сейчас это снова Москва, ну, и вот, соответственно, цена билета, да, то есть, если мы надеялись, что приезд каждого иностранного рабочего, мы с фермерами надеялись, будет там порядка, ну, 30-35 тысяч в одну сторону, все эти транспортные расходы, то сегодня приходится опять говорить о том, что это уже 45-50, потому что приезжать нужно через Москву. Будет острой нехватки рабочих рук? Я думаю, нет, тем более, что большая часть фермеров, ну, уже, как бы, заблаговременно вот эти вопросы с привлечением иностранных рабочих решили, ну, не по всем фермерам вопрос решен, ряд фермеров еще, как бы, вот, на стадии решения проблем. Несмотря на все эти трудности, я надеюсь, что, действительно, сокращение, по крайней мере, сокращение посевных площадей мы не допустим. Посевную кампанию мы начнем вовремя, вот, но, тем не менее, вот эти трудности существуют, и свой отпечаток они, безусловно, наложат. Ну, что ж, не коронавирус, так еще какая-нибудь напасть сваливается на плечи сельхозтоваропроизводителей. Трудно строить планы, возможно, есть где-то смысл и рисковать, да, в своей работе. Будем надеяться, что фермерам все-таки будет благоволить в этом году. Удача, все сложится хорошо, узнаем, конечно, об этом уже совсем скоро. Спасибо, Виктор Васильевич, что у нас были в студии, интересная информация. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Всего доброго. 15 марта в календаре значится как День защиты прав потребителей. В законе регулируются отношения между потребителями и изготовителями, импортерами, исполнителями, продавцами, при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг. Все эти товары, работы, услуги должны быть надлежащего качества и безопасны для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды. Основным защитником прав потребителей в нашей стране является Союз потребителей Российской Федерации. В мероприятиях по защите прав участвует и региональное управление Роспотребнадзора. Проводятся горячие линии и пресс-конференции. День защиты прав потребителей. То есть всех нас, поскольку в той или иной степени мы все являемся потребителями коммунальных, косметических, медицинских, образовательных и прочих услуг. Если эти права защищают, значит где-то и кто-то их нарушает. Узнаем об этом у Ахтубинцев. День защиты прав потребителей. Правда? Правда. Ваши права как потребителя когда-нибудь нарушались? И если да, куда же вы обратились в такой случай? Ой, не знаю. Вроде бы нет, не знаю. Не могу сказать. Космиры, какие права нарушены. Или в милицию, или в прокуратуру. К юристу, в крайнем случае, мы будем знать, что к чему. В вашей жизни такое происходило? Да нет. Не приходилось как-то. Нет, никогда не сталкивалась. Ни в какой области? Меня всегда все устраивало. Ну, наверное, бывает, со мной не было. Пройдите по магазинам и увидите, что же рядом одни нарушения в торговле касаются. Пенсионерка. Я же не проживу на то, что бешеные деньги подняли. Сегодня взяла 91 рубль масла, на завтра уже 95 с копейками. И что? Не довольны я ничем. Деньги присылают, а за что платят, хрен поймёт. О, сейчас как раз иду узнавать. Ну, там насчитали слишком много мне. По коммуналке, да? Не по счётчикам, а сами от себя взяли, выбросили. Стабильно приходят платёжки, стабильно плачу. Стабильные цены, никаких бросков, никаких обид, ничего нет. Возвращают деньги как пенсионеру. То есть всё нормально. Ой, давно это было, и не знал никуда. Ну, теперь уже всё прошло. Дочке покупала сапоги, ну, это давно было. Она одела и отвалилась. Капок. Да, да. Ну, и всё. Вы знаете, сколько я боролась? Месяца два, наверное. Нервы потрепали. Ну, было легче, наверное, сапоги выкинуть. Так мы их и выбросили. Просто я всегда говорю, надо самой смотреть внимательно. Когда ты что-то берёшь, сама смотри внимательно. Сама виновата, раз что-то пропустила. Купишь мясо, а они тебе так завернут, подсунут, что там внутри одни кости. Придёшь домой и думаешь, надо было смотреть там, разворачивать. Нет, мы не жалуемся. Себе дороже. Я всегда говорю, выйдет себе дороже. Нет, не сталкивались. Живём. Главное, нас не трогают. Тихо, спокойно живём. Жизнью радуемся. Слава Богу, слава Богу. Я довольна. Господь Бог помогает. Честно, даже не знаю, куда обращаться. Потому что нас как-то особо этим не информирует. Ну, я особо так не сталкивалась, чтобы прям серьёзней что-то было. Но так бы интересно было, если бы передали именно куда, по каким вопросам обращаться. Было бы здорово. Как он называется? Это райсобес. Он закрытый, вообще не принимает. Там всё закрыто. К ним не достучишься. Кругом сняли карантин, а у них карантин. Ну, лучше Роспотребнадзор. Не дозвонишься. А где это? Никогда не были. Нет, никогда не сталкивались. Здесь у нас Роспотребнадзор, другие органы, которые, прокуратура, отслеживают это. Незаконный расцен, бензин, смазочные материалы. Но, не знаете, отслеживают, если граждане обращаются. Да вы что? Сигнал поступил. А прокуратура должна и без обращения граждан за этим следить. Следить за соблюдением законности государства. Если возникли вопросы по соблюдению прав потребителей, стоит обратиться в территориальный отдел Роспотребнадзора в Ахтубинске, телефон 52155. Консультацию специалистов можно получить по горячей линии. Номера телефонов сейчас на экране. В России вводится временный запрет на экспорт зерновых стран Евразийского экономического союза, а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара сырца в третьи страны. Поставки этой продукции за пределы России будут возможны лишь для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару – до 31 августа 2022 года. Тем временем в Ахтубинске ажиотажный спрос на сахар продолжается. Если товар появляется на прилавках, покупатели разметают его за считанные минуты. В Астрахани из-за дефицита товаров активизировались мошенники. Мужчина нашел на сайте объявление о продаже сахара и решил приобрести товар. Он перевел за 370 мешков более 733 тысяч рублей на банковскую карту злоумышленников. Однако сахара так и не дождался. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». А у нас далее новости спорта. Ахтубинские рукопашники вновь отличились. На очередном турнире в Астрахани они заняли почти все призовые места. 13 марта в Астрахани состоялся традиционный турнир по рукопашному бою. Участие в нем приняли юные спортсмены со всех районов Астраханской области. Всего прибыло на соревнования 227 юных борцов. Как прошел турнир, рассказывает тренер по рукопашному бою Ахтубинской детско-юношеской спортивной школы Антон Кузьмин. На кубок Астраханской области отправились с нашего города 20 спортсменов. Лучших спортсменов защищать город Ахтубинск на соревнованиях по рукопашному бою. Из бойцов победителями, призерами стали 18 спортсменов. Из них 9 спортсменов заняли первые места и остальные 2-3 места. Хочу отметить тех ребят, которые в предстоящем июне поедут на первенство России. Такие как Ибадов Фугар, Юдин Андрей, Увыков Илья. Эти бойцы подтвердили свой статус победителей. В принципе, были уверены в их победе. И ждем дальнейших их побед на первенство России в городе Брянске. Среди чемпионов, занявших второе место, Ахтубинцев было четверо. Пять наших рукопашников заняли третье место. А чемпионами региона, занявших 9 первых мест, стали Андрей Юдин, Илья Лыков, Динара Сабирова, Алексей Савченко, Эльмар Уолинов, Рамиль Кузаев, Сергей Варначев, Давид Кузаев. Пожелаем нашим спортсменам победы и во всероссийском турнире, который состоится 23 марта в городе Тува. Владислав Лихварь, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ. Вышел в свет свежий номер газеты «Ахтубинская правда». Читайте в выпуске. Продуктовая лихорадка. В каком направлении исчезают продукты с прилавков и что говорят об этом наверху? Совет ветеранов выступил за. Ахтубинская общественность проводит акции в поддержку российских миротворцев. По распоряжению правительства России Астраханская область примет 600 беженцев из Донецка и Луганска. Где и когда Ахтубинцы встречают весенний праздник восточных народов на Урыс? К здоровью через нормы ГТО в Ахтубинске пройдет акция «10 тысяч шагов к жизни». За Волжье, Лихие 20-е продолжение краеведческого очерка Петра Николенко. Наш выпуск на этом завершен. Всего доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok